благодарю за комментарии спасибо новый год вполне хорош ведь вот ваше видео которое обнадеживает отлично дальше ольга пишет от души спасибо с новым годом счастья вам и вашим близким здоровье разговор ваш получается по душам прямо очень близкий друг и хороший человек который искренне желает добра и беспокоиться за меня лично прекрасно почувствовал мне это сейчас очень не хватает тяжелый период в моей жизни все будет хорошо все проходят свои испытания трудности в жизни и они не случайно даны для того чтобы мы научились и изменились мария пишет с новым годом спасибо за теплые слова в этом году можете ли вы рассказать ваше отношение к трансперсональной психологии и важно ли ее изучать значит изучать можно все что угодно все что вам нравится самое главное это практическое измерение это результат вот я создал курс обучающий по специальности психологии консультант 40 часов я вас всех приглашаю зрителей моих которые хотят стать психологами консультантами на этот курс 40 часовой там много всего интересного будет там очень много домашнего задания то есть 40 часов это общение со мной курс индивидуальный я с каждым работаю индивидуально лично а а помимо этого вы делаете домашние задания очень много домашней работы то есть вы слушаете книги читаете книги делаете упражнения тренинги и так далее то есть вы прорабатываете себя во-первых да слушая психотренинги делая упражнения работаю над собой это часть часть работы потому что а обучение психологии психологии специальности психолог консультант это прежде всего само обучение то есть это прежде всего направлено на вас То есть психолог это прежде всего человек, который себе помог. И он может помочь другому человеку. Только тогда, когда он помог себе. Это вот так работает. Значит, у вас будет такая возможность и себе помочь и другим. То есть длится эта вся программа где-то месяца два, 40 часов. И вот за два месяца вы себя прорабатываете очень хорошо. Хорошо. Освобождаетесь от эмоциональных блоков. Ну от всего, что мешает вам действовать, зарабатывать деньги, быть успешным психологом, консультантом. И вообще человеком, наслаждаться жизнью, добиваться своих целей и так далее. То есть все это я вам расскажу. Как и все подходы, которые я использую. Значит, есть психологи, которые работают в одном направлении только. Допустим, одна школа. Допустим, транзактный анализ или гештальт. Я занимаюсь интегративной психологией. То есть я использую наработки, различные наработки разных школ. Кстати говоря, я использовал и психосинтез тоже. Понимаете, кому как. Кому-то это зайдет, кому-то нет. Тут ведь очень все индивидуально. Психология это очень индивидуально. Поэтому королева психологии это когнитивная психология. Но вот здесь нужно что иметь? Здесь нужно иметь образование. Здесь нужно уметь мыслить, да. Логически. Знания глубокие нужны. Знания философии. Увлечение философией. Это обязательно. Умение спорить с вот этим негативными... То есть противопоставлять негативным утверждениям позитивные утверждения. Вот это имеется в виду под умением спорить, да. Конечно, метод маевтики тоже желательно освоить. В общем, тут много всего. Вот я... Я не знаю, кто-то из психологов еще интересуется индийской психофилософией. Что-то я так вот не слышал. Может быть есть такие люди, конечно. Но... В основном-то что это? Притчотерапия, да. То есть то, что просто для людей понять. Для большинства проще притчи. Вот. И им эти притчи нравятся. Ну а вот индийская философия, если о ней говорить. Или... Многие ли психологи используют, допустим, для психотерапии чань буддистские куаны? Например, вот этот метод парадоксализации. Он есть в логотерапии там. Интересно все. То есть мы все это изучаем, все это применяем. Это безумно все интересно. Поэтому изучайте, прикасайтесь. Ну конечно. Ваше это, не ваше это. Каждый выбирает сам. Чем? Что ему ближе? Что ему роднее? Что ему понятнее? Что ему доступнее? Нет. Некоторые вот в какой-то одной психологической традиции работают и все. И нельзя сказать, что это плохо. Но справляются и помогают людям. А другие вот стараются охватить как можно больше всего. Вот я такой человек. Мне интересно все, например. Вот. И поэтому я многие подходы и использую интегративные. Вот есть ведь и сказка терапия, библиотерапия. Чего только нет. Чего только нет. Поэтому я приглашаю вас приобрести новую специальность за 40 часов. 40-часовой курс. И сразу же приступайте. Потому что этот курс нацелен именно на то, чтобы вы начали действовать, работать как психолог-консультант. То есть вы уже сразу сможете после этого курса обретете в себе силы, крылья, уверенность, способности знания для того, чтобы развернуться, начать действовать, обращаться к людям, канал вести свой, если надо, рекламу давать, активно работать, выступать и так далее. Есть люди, которые стесняются себя показывать. Психологи стесняются. Есть такие стеснительные психологи, которые боятся выступать, стесняются. У меня такого не будет. Вы все будете смелыми, активными, уверенными в себе. Я все для этого и все упражнения, книги серьезнейшую, серьезную литературу будете читать. Подходы, методики, все я дам это вам. И вы, обучаясь, обучаясь, во-первых, вы сможете сами себе помочь. А во-вторых, когда вы себе поможете, обучаетесь и обучая других, вы еще раз, еще больше себе поможете. И испытаете, и больше будете понимать даже. Только тогда, когда я начал заниматься практической психологией, психотерапией, помогать людям, я понял, что такое любовь, например. Ее сила целительная, вот это состояние любви. И много чего еще я понял. И пережил, испытал очень много прекрасных чувств. Именно помогая людям. Я понял, что, да, я понял, о чем писал Виктор Франкл. Когда он говорил о сослагающих смысл жизни. То вот помощь другим людям, это одно из условий смысла жизни. Поэтому психолог, он всегда ощущает этот смысл жизни огромный. И это человек счастливый. Психолог не может быть несчастным человеком. Человек, который помогает другим людям, он не может быть несчастным. Это счастливый человек. Поэтому, вот я счастливый человек, например, да. Что я могу помочь. И вижу результаты. И уже ролики мои помогают. Ну, а консультация, это вообще здорово. И, конечно, ролики не заменяют консультацию. Имейте это в виду. Но если вам уже ролики помогли, ну, хорошо. Я очень рад. Так что, Марианна, я приглашаю на курс. Марианна, ты давно смотришь ролики мои. Да, уже несколько лет, наверное. Пора обучиться. Пора обучиться и помочь себе. И самой заняться уже практикой. Практикой. Помогать людям. А то, что люди нуждаются в психологической помощи, в психотерапии. Ну, я думаю, ни у кого не вызовет это сомнений. Потому что общество больное. Вот когда мы говорили, что общество больное. Ведь к этому как относились? Ну, как? Не как к диагнозу, а как к такому, скорее, упражнению в злословии. Да? Но ведь это не злословие было. Это была констатация факта. И вот к чему это все приводит-то? Нездоровье. Смотрите. А приводит к большим проблемам. К войнам это приводит. К насилию. Общество больное. Мы это видим. И вот оно продолжает. Вот эта болезнь продолжается. И усугубляется еще больше. Потому что еще больше стресс. Людей погружают в постоянный стресс. Вот. Это нагнетание идет. Как послушаешь этих политиков. Там все это безрадостный мир. Это адский мир. Поэтому вот. Когда наши великие предшественники в психологии ставили социальные опыты. Социальные эксперименты. И потом рассказывали нам чудовищную. Рассказали нам чудовищную правду о людях. О человечестве. Об опасности подчинения. Мы продолжаем их линию. Мы продолжаем их дело. Мы тоже. Вот я тоже говорю. Об опасности подчинения. Так нет. Все равно подчиняются. Все равно подчиняются. И готовы убивать и быть убитыми. Ужас. Ужас. Вот. Поэтому. Сколько стресса. Сколько несчастных. Сколько расстройств личности. Сколько зависимостей. И химических. И поведенческих. Вот. Сколько ложных убеждений. Сколько людей с негативным мышлением. С негативными ментальными программами. Это же просто ужас. Огромное количество. Огромное. На негатив. На всякие глупости. Ведь эту энергию можно потратить на позитив. На достижение цели. И так далее. Вместо того, чтобы тратить энергию на страх. Ее можно потратить на любовь. И прочее. Прочее. Поэтому нужны психологи. Они необходимы. Другое дело, что все. Все политизировано. И в общественном пространстве психологов по сути нет. По сути их нет. Потому что политики. Потому что все задушено. Вот свобода. Она задушена политикой. И психолог вам. Вот честный психолог. Он будет говорить правду о политиках. Об опасности подчинения. О природе власти. Вот мы книгу издали. «Любите своих крокодилов». Кстати, почти все разошлось. Весь тираж. Осталось там совсем немного. Пять или десять экземпляров всего. Ушел весь тираж. И о чем эта книга-то? Самая идея магистральная. Это о жертве. Что комплекс жертвы. Жертва во всех ее проявлениях. И как не быть жертвой. Это прекрасная книга. Никто о ней не написал. Ничего не сказал. Вот вам свобода СМИ. Никакой свободы СМИ нет. Есть СМИ. Работают на подчинение. Это эскортницы. Эскортницы. Обслуживающие власть. Которые работают на подчинение людей. Оболванивание их. И чтобы они просто шли и как были марионетками. Превращение людей в марионеток. Со школьной скамьи. Понимаете. Поэтому честные психологи. Которые действительно правильно. Правильно вы написали. Я очень хочу, чтобы. Вот Ольга правильно написала. Да. Искренне желает добра. Вот это про меня. Я искренне желаю добра вам. Я действительно хочу, чтобы люди были психически здоровы и счастливы. От этого мы выиграем все. Вот. Но есть люди, которые не хотят, чтобы вы были психически здоровы и счастливы. А хотят, чтобы вы были марионетками. Чтобы вы убивали и были убиты. Вот. Чего они хотят. Эксплуатировать вас. Как скот. В этих. В этом. Экономическом концлагере. Ну. Поэтому вы не услышите психологов. Серьезных. Честных. Масштабных личностей. Их просто вам не покажут. Их нет. Потому что. Власти невыгодно это. Власть работает на подавление. На подчинение себе. И вот она. И нагнетает эту депрессуху. Это все. Я послушал речи президентов. Там еще чьих-то каких-то чиновников. Вот. Высокопоставленных лиц. Это все депрессуха. Страшная депрессуха. Это нельзя слушать. Зачем они это говорят? Зачем? Подчинять. Сводить с ума людей. Делать их покорными. Психически больными. Чтобы. Бесправными. Чтобы люди не сопротивлялись. Не думали о себе. Чтобы они страдали. Чтобы они были беспомощными. Вот для чего это делается. Чтобы их выбирали бесконечно. Куда они направляют энергию? На войну. На жизнь вот этих вот политиков. Все. И фокус-то внимание где? Поэтому отвлекают от души. А душа это и есть психическое здоровье. Если вы не живете жизнью души, вы будете больны. Болеть будете бесконечно. И психически, и физически. Так что матрица, конечно матрица чудовищная. И мы видим, что происходит. И лицемерие. И вот я в предыдущем ролике поделился своими впечатлениями о речах президентов. Но я еще послушал тут речи кое-кого. Ну сказочники выступают, актеры. От политики. Сказочники от политики. Повадки, мимика, жесты. Тон, интонация. Вот я в лидерских письмах, я об этом пишу, рассылка. Кто хочет стать лидерами, приобретаете рассылку эту, подписывайтесь. Вот о том, как, я пишу о том, как распознать, что действительно человек хочет сказать вам. Что он имеет в виду. И это просто необходимо знать. Необходимо знать, как нас обманывают. Вот. То, что человек говорит вам, это одно. Но. Есть всегда какие-то каналы утечки в нас. Постоянно открыты и посылают во внешний мир соответствующие сигналы. Даже самый сдержанный человек, собранный человек, да, контролирующий себя человек. Он не способен, да, который следит за всеми своими реакциями одновременно, все равно он не способен контролировать полностью себя и все каналы, через которые идет информация. Вот эти каналы утечки и посылают во внешний мир сигналы соответствующие. И просто нужно что? Видеть это. Просто нужно разбираться в этом. Каждому. Освоить эту азбуку и считывать информацию. И вот я уже ее освоил, я считываю информацию, я вижу, какие сказочники, манипуляторы, лжецы, обманщики. Как это? Люди не понимают этого. И они... Их легко обмануть. Легко обмануть людей. Вот. Так что, какие актеры? Боже мой, какие политики актеры? Это не то слово. Поэтому хотите разбираться. Ведь проблема, проблема еще и в невежестве нашем. И мы не хотим. От нас скрывается эта информация. Ну как скрывается? Ничего не скрывается в том смысле, что есть книги. И все это доступно в библиотеках. Но нас отвлекают постоянно чем-то. От чтения серьезной литературы. От самих себя. От изучения. В нас вот это формирует... Вот это кумиротворчество. Власть авторитета. Чинопочитание. Это ужас. И великие психологи, наши предшественники, они нам об этом рассказали. Уже показали эксперименты. Все бессмысленно. Все равно. Все равно подчиняются власти. Так вот наша книга «Любите своих кокодилов» как раз вот об этом. Про жертв. Как не быть жертвой. И про власть. Что такое власть? Там прекрасно описано. Прекрасно описан феномен власти. И все равно у нас идут за властью. И все равно люди жертвы. Но мало кто читает. Понимаете? Мало кто читает. Мало кто действительно развивается. Мало кто действительно размышляет. Думает. Познает. Познает. Мало кто понимает, что такое система образования. Что она... Что главная ее цель это формирование невротиков и марионеток. Об этом же мало кто говорит. Поэтому я считаю, что психология, она очень востребована. Психологи очень нужны. И психологи, которые учат честности. Которые учат быть собой. Быть уверенными в себе. Вырабатывать свое отношение. То есть вот уровня Виктора Франкова. Нужны психологи нам. Милгрэма и так далее. Психологи вот в этом экономическом концлагере сейчас. По-другому ничего не изменится в нашей жизни. А так, конечно, людей бесконечно обманывают. Бесконечно водят за нос. Такие изощленные способы обмана, что мама не горюй. Вот. Поэтому я и придумал такую рассылку антиманипуляционную. Короче говоря, вот все эти знания, которые у меня есть сейчас. Которые я сам освоил. Все это я передам вам. И вы обучитесь самому главному. Самому главному. Как вернуть человеку психическое здоровье. Как стать счастливыми. И как добиваться своих целей. Жить легко, красиво, свободно. Жить интересно. Заниматься любимым делом. Самое главное, как стать здоровым. Психически здоровым человеком. Ну и физически, соответственно, тоже. Потому что мы знаем, что практически все болезни, как говорят, они психосоматические. Так что меняем наши мысли, наше мышление. Исцеляем душу, психику. И исцеляемся физически тоже. Так что, я вас жду, друзья мои дорогие, на этом курсе. На курсе, да, психолог-консультант. Напишите мне на e-mail. Он есть в описании к данному видео. И два месяца, где-то так. Ну, вы сами определяете. Во-первых, вы сами определяете количество часов в неделю. Сколько мы занимаемся. То есть, вы сами определяете скорость прохождения курса. Меру своей успеваемости сами определяете. И даже вы можете расставить где-то акценты, какие-то просьбы высказать. И даже вы можете определить то, чему вы будете учиться. Потому что на чем-то можно сделать акцент больше, да, на чем-то меньше. Пожалуйста. То есть, подход очень индивидуальный. Глубоко индивидуальный. И дальше вы вот с этой радостью, энтузиазмом, вдохновением, с поставленной целью, начинаете работать с психологами-консультантами. Самостоятельно. Идете в открытый мир и помогаете людям. Говорите всем, я есть. Обращайтесь ко мне за помощью. И я помогу. Я постараюсь помочь. И вперед. Жить счастливой жизнью, интересной. Помогать людям, себе. Быть полезным. Вот так. Так что, спасибо вам за вопросы, за поздравления. И до встречи. До встречи на курсе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!